Детское радио представляет Детское радио представляет С ним всегда выступала его верная собака Клякса Неразлучную пару, карандаш и Клякса, знали во всем мире Именно благодаря черной, как чернила, Кляксе В нашей стране узнали о замечательной породе скотч-терьер Правда, в те времена она была очень редкой Видишь, тебе даже не нужно описывать внешность А, что все-таки нужно? Ну, изволь! Небольшая собака, с большой головой, стоячими ушами Густыми бровями, длинными усами, бородой и пышной юбкой Настолько пышной, что иной раз ног не видно Узнал шотландского терьера? Да, дружок, скотч это и есть шотландский А теперь я тебе раскрою тайну У знаменитого клоуна-карандаша была не одна Клякса, а целых девять Да, девять собак выступали с ним на арене в разные годы И у всех был один-единственный сценический псевдоним Клякса Конечно, этого никто не замечал Ведь все черные скотч-терьеры очень похожи друг на друга Как две капли... О, чуть не сказал воды Но пусть будет Как две капли чернил Но давай-ка разберемся Откуда появился знаменитый скотч-терьер? Конечно, из Шотландии Но тут очень непростая история получается Дело в том, что Шотландия Это очень суровый горный край Где вечно неспокойный океан Холодные пронзительные ветра Вот и люди там были очень суровые и воинственные В каждой местности жил свой клан или род Даже расцветка клеточек на знаменитой юбке Килте Была своя особенная По ней можно было узнать Из какого клана тот, кто ее носит И, конечно, кланы враждовали друг с другом За каждый клочок драгоценной плодородной земли Среди безжизненных камней В горах обитали сурки, кролики, куропатки и другая живность На них и приходилось в основном охотиться Поскольку другой дичи было мало К тому же кролики, мыши и птицы Уничтожали драгоценные посевы Ведь плодородной земли было немного Лишь скалы да камни Вот почему шотландцы стали разводить небольших собак Это были очень выносливые животные Сильные, ловкие, бесстрашные С длинной теплой шерстью и крепкими клыками А поскольку кланы вечно враждовали друг с другом То опытом и щенками они не обменивались Вот и получилось, что в каждой местности Складывалась своя собственная порода терьеров Обычно их и называли в честь этой местности Скай-терьер с острова Скай Или Девоншир-терьер из графства Девоншир А иногда делали приставкой название зверя По которому специализировала собака Фокс-терьер, ну для охоты на лис Или отры-терьер от слова отр Выдра В результате с названиями терьеров Возникла страшная путаница В которой кинолог до сих пор толком разобраться не может Но в середине девятнадцатого века Некий капитан Макки решил вывести такую собаку Которая будет всем терьером Терьер Он очень долго ездил по стране И покупал самых лучших производителей Скрещивал их между собой И искал наиболее гармоничную форму Сохраняя отменные рабочие качества Дело капитана Макки продолжил известный заводчик Сэр Ледлоу Он-то и разработал первый стандарт скотч-терьеров Так что такими, какими мы их видим сейчас Скотчи стали только лет сто назад Совсем недавно А теперь я тебе расскажу про другого терьера Очень похожего на скотча Ну, кстати, тоже шотландского Только ослепительно белого Это Вест Хайленд Уайт Терьер Одна из самых очаровательных и озорных собак в мире Не влюбиться в Вестик из первого взгляда Просто невозможно Так вот, однажды на охоте Полковник Эдвард Малькольм Убил свою собственную собаку Красного терьера Которую издалека спутал с лесой Горю сэра Эдварда не было конца И он твердо решил вывести белоснежного терьера Которого будет видно издалека И которого никто никогда не спутает с дичью Но это уже совсем другая история А сейчас пора прощаться, дружок До новых встреч И до новых историй Про кошек Про собак Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...